...современности. Впрочем, вот стою я перед вами, простой гастарбайтер, который второй десяток лет ездит на заработки в Москву. Между прочим, когда в нашей стране еще не было самодержавия, в Ленинграде и в Петербурге было телевидение, которое смотрела не только Москва, но его смотрела вся страна. Где теперь это телевидение? Я к вам обратился как к жителям великого города, но мы жители большого города, нас 5 миллионов человек. А рядом с нами в 200 километрах есть великая страна, в которой 5 миллионов человек все население. Эта страна за последние 12 лет провела реформу образования и сделала финское образование лучшим в Европе, а Петербургский университет за это время вылетел из 500 лучшего университета мира. Вы можете окончить Петербургский университет, где вы будете работать. В Москве сегодня в стране один человек решает все, даже не за нефть, а кому открывать доходы за нефть. И я здесь за тем, чтобы говорить, мы не просто против Путина. У нас, у живущих здесь, есть своя региональная повестка дня. Чтобы не соратники Путина решали, насыпать ли им сестровецкий землю, чтобы не его дружки решали, втыкать ли в наш достаточно плоский город в центре небоскреб. Чтобы сегодня, приезжая на Васильевский остров, мы не видели помойку там, где вчера еще бушевали Балтийские моря. У гостиницы Прибалтийская съездите туда. У нас есть петербургский региональный интерес. Наша страна называется не самодержавная Россия, а Российская Федерация. И вот из интересов Петербурга, Москвы, Вологды, Хабаровска, Омска, Перми, кого угодно, и складываются наши федеральные интересы, а вовсе не интересы одного человека. Иначе в один прекрасный момент вы увидите, что мы живем в стране, где есть только один царь. А все мы при царе гастарбайтеры. Вы хотите быть гастарбайтерами при царе? Нет! А, так мне ответили все три тысячи человек. Ладно, привет Кононенко. Спасибо! Друзья, сегодня вас здесь очень много, но еще задолго до того, как мы стали собирать большие митинги, задолго до того, как мы стали собирать большие митинги, единицы боролись с тем, что сейчас у нас происходит, то есть с узурпацией власти, и за это страдали. Они оказывались за решеткой, у нас уже есть политзаключенные. И сейчас я хочу представить одного из таких людей, автора книг, которые сейчас запрещают, потому что они не угодны нынешнему режиму. Встречайте, Иван Миронов! Здравствуй, Питер! Мы без оружия, и мы окружены. Но каждый пришедший сюда – это победитель, потому что он знает, что делать и как делать, и ради чего. Нам говорят честные выборы. Выборы? А из кого нам выбирать? Нас призывают выбирать из четырех вонючих шконок в грязной камере, из которой превратили нашу страну. Сегодня в России сидят тысячи политзаключенных за инакомыслие, за взгляды. В России – это третья страна в мировой истории, в которой запрещают книги. Первая была инквизиция, вторая – нацистская Германия. Но мы переплюнули их по количеству. Мы переплюнули весь мир по количеству политзаключенных. И только сегодня от нашего участия, от нашего подлинного воли и изъявления, голосования ногами, когда, чтобы площади, улицы содрогнулись от толп людей, которые пришли менять власть в стране. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Россия – русскую власть! Россия – русская власть! Они говорят, мы элиты! Это они элиты, это кокаиновые головы, которые травят молодежь синькой героином! Это они элиты, да? Выборы! Наша кровь дороже нефти! Наша кровь дороже нефти! Наша свобода выше аппетитов и жадности этих пидорасов, которые себя называют государством! Они призывают нас прийти 4 марта к избирательным урдам. Спасибо! Мы придем, мы наполним эти урны их прахом и посыним землю, на которой возродим великую неделимую Россию! Слава России! Слава России! Слава России! Мы не раз выходили уже на митинги после мошеннических выборов 4 декабря. Мы были на улицах 10 и 18 декабря. Мы выходили 4 февраля. Хоть одно наше требование выполнено властью? Нет! Полиц заключенные освобождены? Нет! Итоги думских выборов отменены? Нет! Президентские выборы будут честными и свободными? Нет! Поэтому мы выйдем 5 марта и скажем «Долой такую власть!» 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 В Конституции Российской Федерации сказано, что источником власти является народ. А значит, мы. И мы добьемся того, чтобы власть нашей стране принадлежала народу. Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Власть народу! Следующий выступающий кинорежиссер Андрей Некрасов, автор фильмов о злодеяниях режима Путина. Спасибо, друзья. У каждого своя ассоциация со словом «коррупция». Я не могу не вспомнить умирающего Сашу Литвиненко, которого обвинили в том, что он предатель, шпион и так далее. Который хотел достучаться и сказать только одну вещь. Что в его организации его начальники используют орган, который должен защищать нас с вами от шпионов в личных целях, как ракетерскую какую-то банду. Он поплатился за это. Много было примеров. И давно уже. Когда продавали солдат за деньги в Чечне коррупционные офицеры, это тоже была коррупция. Это было 10 лет назад. Честно говоря, между нами. Мы должны были раньше выйти. Но хорошо, лучше поздно, чем никогда. Спасибо Алексею Навальному. Он поднял нас 10 лет спустя. Мы знаем теперь, что про все эти фантасмагорические коррупционные схемы. Потому что и в экономической коррупции тоже за каждой цифрой, за каждой, за каждой маленькой коррупционной сделкой слезы и кровь наших людей, молчаливых. Между прочим, СМИ, мои коллеги, которым не стыдно врать или говорить полуправду, за каждой недомолвкой по федеральным каналам, немое страдание наших людей. Помните об этом. Это тоже коррупция. И нам теперь говорит господин из Кремля, мол, вы, у него остался один аргумент, друзья, что мы это пособники Запада. Где-то у вас, у вас наверняка, у каждого из вас, поэтому вы сюда и пришли, где-то в тумбочке американский паспорт. Вы посмотрите там, он завалялся, конечно. А чего вы тогда здесь делаете? По мнению господина Путина, по крайней мере, грин-карта. Или, может быть, возьмем мы все дальтоники, посмотрите, какой это свет? Черный? Это оранжевый. Мы дальтоники, здесь все оранжевые. Он, это паранойя, ребята. Мы не должны допустить, он хочет защищать, он хочет защищать, Россию от кого? От нас! От людей, которые бескорыстно пришли сюда. Это он, это он иммигрант, это он шакалит. Его карьера с чего началась? Вы помните такую фирму Спак? Это его друзья, это ННЛ, компания его итальянских друзей, отмыла деньги Юкоса, потому что российским компаниям было запрещено это делать судами. Понимаете? Это его друзья, это он иммигрант, в Кремле отгородился во внутренней миграции этими крыльевскими стенами, Кремль должен, будет музеем. Они, 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 приспелища, они, спасибо вам. Мы защитим, мы защитим нашу страну от него. Это наша страна, а не его. Это наша страна. Это наша страна. Это наша страна. Спасибо. Это наша страна. Это наша страна. А что мы хотим пожелать Путину? Третий срок тюремный! 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 Вся власть народу! Вся власть народу! Вся власть народу! Вся власть народу! А сейчас, друзья, я хочу представить вам человека, который 3 марта 2007 года провел нас всех по Невскому проспекту и сказал нам те слова, которые мы сегодня опять повторяем. Путин, Лыжин, Магадан. Хочу представить, Гарри Каспаров. Здравствуй, Питер. Почти пять лет назад, вот без недели, мы шли по Невскому проспекту. Было незабываемое совершенно чувство, это был пример для всей России. Все увидели, что мы не рабы, рабы не мы. У нас тогда не хватило сил, да, действительно. Власть была сильнее, тогда, тогда была сильнее. И главное, власть пыталась убедить в том, что нас мало и их много. Тогда им это удавалось, сейчас им приходится лгать. Это не только три тысячи нас всех, кто собрался здесь. Три дня назад официальные органы ГУВД Санкт-Петербурга объявили, что на БКЗ собралось поддержать Путина 60 тысяч человек. Как они могли там поместиться? Видимо, они размножались делением. Да. Нас 10-12 тысяч, но мы граждане, мы свободные граждане. И сегодня точно, и здесь, в Петербурге, и в Москве, и в других российских городах, мы знаем, что это нас много, а их мало. И поэтому они прячутся за машинами ОМОНа, за полицией, за цепями. Они отгородились от нас, потому что они знают, что у них нет, нет ни одного шанса, если они выйдут по-настоящему на честные выборы. Если они перестанут нарушать законы математики и рисовать 146%. Нам нужны не просто законы, нам нужно еще соблюдение законов математики и физики. Чтобы считали нормально, и чтобы нефть, которая принадлежит народу, и которая вкачивается в трубу в Сибири, где-нибудь в районе Венгрии, не превращалась в частную собственность Чимченко и других путинских подельников. Путин три дня назад, пожалуй, был в одном искренен. Он понимает, что он борется не на жизнь, а на смерть. Он понимает, что на кону стоит будущее его режима, будущее этих воровских состояний, будущее сотен путинских подельников, которые сегодня заполонили список Форбса. Но в наших силах прекратить этот беспредел. Сейчас они пытаются на всю страну устроить колоссальную, может быть, самую дорогую в истории российского кино постановку с режиссером Говорухиным. Она называется «Вор должен сидеть в Кремле». Я полагаю, что мы можем исправить это недоразумение. Вернуть наворованное народу и отправить на нары тех, кто издевается над нашей страной. И сейчас им осталось не так много. Они это понимают. Да, 4 и 5 марта должны произойти большие события. Нам действительно не из кого выбирать, потому что Путин сам просеивал своих соперников, выбирая только тех, кто, как он знает, не несет ему прямой угрозы. Но он забыл, что 4 марта он встретится не с с Югановым, Мироновым, Прохоровым и Жириновским. Он встретится с нами, с народом России. И в наших силах отправит его туда, где он принадлежит. Третий срок Путина будет тюремным сроком. Но для этого нам нужно не просто появиться на избирательных участках. Поймать воровскую власть за руки, доказать, что они воруют, провести параллельный подсчет, чтобы все знали, что эта власть нелегитимна. Нелегитимная власть. А потом нам придется на улице отстаивать свои права. Я не сомневаюсь, что на этот раз, на этот раз мы победим. Путин три дня назад цитировал Лермонтова. Он говорил что-то про Москву за нами. Такой страшный российский трагифарс, потому что в эти дни в Лермонтове, в городе, в небольшом городке, в Ставропольском крае действительно идет борьба не на жизнь, а на смерть. Люди голодают, отстаивая собственные права. Но снова в одном он был прав. Эта мысль, которая поселилась в мозгах у Медведевых, у Путиных, мысль, что их время подходит к концу, они объявили этот год годом российской истории. И не случайно он говорил про 1812 год. Он должен был вспомнить еще 1612, а мы вспомним в 2012. Разу 200 лет от нас национальный обычай, мы должны выкидывать из Кремля всякую нечисть. Это последний год позора России, олицетворяемого Путиным. И мы здесь собрались, мы совсем разные, мы стоим под разными флагами. Но мы собрались здесь, потому что мы верим в свою страну. Потому что мы все вместе за Россию! За Россию без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! Представляю... Путин вор! Представляя следующего оратора, я должен сказать, что это очень мужественный человек, потому что он сказал правду о самом опасном человеке в России. Вы думаете, это Путин? Нет! Этого человека боится и сам Путин. Его зовут Рамзан Кадыров, этого самого опасного человека. Мы знаем, в каком регионе набирает больше всего голосов партия жуликов и воров, и в каком регионе Путин получит 150% голосов. Это Кадыровская Чечня. И уместно будет сказать, что раз Путина там так любят, пускай и отправляется к Кадырову. Рамзан Ахватович, думаю, милостиво разрешит ему возглавить правительство Чеченской Республики. Путина Кадырову! Путина Кадырову! Путина Кадырову! Путина Кадырову! Путина Кадырову! Слово предоставляется писателю Герману Садулаеву. Дорогие товарищи, братья и сестры, запомните этот день, запомните это чувство свободы, запомните эту весну. Может быть, эта весна будет нашей последней весной, последней весной свободы. Если 4 марта мы проиграем, если мы проиграем 5 марта, Россия на 12 лет погрузится во мрак. Если мы проиграем, через 12 лет вы скажете своим детям, 12 лет назад я выходил на митинг за свободные выборы, а ребенок спросит, папа, что такое митинг, что такое выборы, что такое свобода. Мы должны победить ради своих детей. Нам нужна сменяемость власти. Может быть, действительно не так важно, кто завтра проснется в теле президента, плача от того, что сам не знает, как сюда попал. Но нам нужна сменяемость власти. Это принципиально. За 12 лет в Кремле даже хороший человек становится бурдалаком. А во что превратится бурдалак за 24 года в Кремле? Мы не хотим этого знать. Мне не нужен вечный президент. Я не собираюсь жить вечно. У нас есть программа. У нас есть позитивная программа. Часто оппозицию обвиняют в том, что вы предлагаете, что делать. Мы знаем, что делать. 4 марта мы пойдем на выборы. Мы будем голосовать за оппозиционных кандидатов. И мы будем наблюдателями на выборах. Мы будем ловить эту продажную воровскую власть за руки. И если они нагло опять пересчитают голоса в пользу себя, 5 марта мы должны выйти. 5 марта будет наш последний бой. Все на защиту Ленинграда. Спасибо. Друзья мои, несмотря на все вопли Путина, Госдеп не платит нам свои кровавые деньги. Поэтому там будут ходить по вашим рядам люди, которые будут собирать от вас помощь, потому что сцена тоже стоит денег. И кроме вас нам не на кого рассчитывать. Лучше, пожалуйста, не пинайте их, а бросайте туда хоть какую-то копеечку. А сейчас, друзья мои, я хочу представить вам человека, которого мы давно ждали и который к нам, наконец, приехал. Да, вы сами знаете. Алексей Навальный. Привет, город трех революций. Настало ли время четвертой? Да или нет? Да или нет? Нас пугают словом революция. По зомбо-ящику не показывают больше ничего, кроме ужасов революции. Матросы бегут по улицам, горят автомобили. Но все это не так. Мы знаем, какой революции мы хотим. Давайте расскажем им о нашей мирной революции. Что означает наша мирная революция? Очень простую вещь. Власть народу. Мы хотим, чтобы правые и левые, красные и зеленые получили столько голосов, сколько они завоевали. Столько голосов, сколько им дали люди. А не столько голосов, сколько им решили оставить жулики и воры в избирательной комиссии. Кто боится нашей мирной революции? Нашей мирной революции боится тот парень, который отказался от российского гражданства, присосался к российской нефти и живет в Швейцарии. Нашей мирной революции боятся те ребята, которые строят для Газпрома в трубы в 7 раз дороже. Нашей революции боятся вороватая тетка, которая сделала своего сына миллиардером и с помощью какой-то красной реченьки пробралась в Москву. Нашей революции боятся ханы на Северном Кавказе, которые окружили себя какими-то басмачами, то ли милиция, то ли бандиты. Да, они боятся нас. И они правильно делают. Они должны бояться нас. Потому что да, мы устроим эту мирную революцию. Да или нет? Стоит ли нас бояться? Нам нужен голос города Питера. По очень простой причине. Я стою на этой площади, я вижу много тысяч свидетелей. Потому что можно ездить по ушам бюджетникам в городе Москве. Но вы-то знаете, что это варьё с 91-го года во власти. Потому что вас они грабят с 91-го года. Эти борцы с проклятыми 90-ми. Что они делали здесь, в проклятые 90-е? Они боролись за восстановление Советского Союза? Нет! Они боролись против развала армии? Нет! Против войны в Чечне? Нет! Против гражданской войны? Нет! Они торговались здесь ценными металлами. Они приторговывали медицинским оборудованием. Они присосались к тёплой власти. Они уже в 96-м году фальсифицировали за тогдашнюю партию жуликов и воров в наш Дом России. Вы знаете! Вы свидетели! Так расскажите всей остальной стране, кто эти люди. Я у вас услышал здесь сегодня кричалку. Жулики и воры пять минут на сборы. Жулики и воры! Жулики и воры! Жулики и воры! Это власть пауков и крыс, которые сидят в тёмном углу. Они боятся света. Сейчас Питер — это свечка. Возможно, это фонарик. Но мы хотим, чтобы Питер стал прожектором, который рассказал всей стране об этих людях. Вы свидетели! Нужен голос Питера всей стране! Ваше свидетельство, что эти люди действительно жулики и воры! Жулики и воры! У вас есть Аврора! У вас есть Аврора! Да! У вас есть Аврора! И они боятся. Это настоящая лодка. Вот это настоящая лодка, а не та, которую они берегут. Я не хочу, чтобы человека, который управляет моей стороной, звали царь. И я не хочу, чтобы человека, который моей стороной управляет, звали трус. И самое главное, я не хочу, чтобы весь мир знал, что во главе нашей страны стоит вор. Питер должен сказать, что Путин вор! Путин вор! Всей стране! Путин! Путин! Вор! Путин! Вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Питер за всех. И все за Питер. Один город за всю страну. И вся страна за этот город. Один за всех. Один за всех. Один за всех. Я знаю, кто может победить Путина и всю эту воровскую власть. Ни Навальный никакой. Ни Удальцов, ни Каспаров. Это вы, вы и вы. Никто вам не поможет другой. Сами 4-го числа пошли наблюдателями на избирательный участок. Сами в оставшуюся неделю позвонили бабушке и тете. Дяде в Тюмень и племяннику в Тверь. И рассказали то, о чем вы свидетели. Что это власть, это жулики и воры. Только вы сможете победить эту власть. И вы это сделаете. Да или нет? Боятся и правильно делают. Да или нет? Да. Вы нам прислали этих людей. Извините уж, конечно. Вы их породили. Но вы их и уничтожите. Вы знаете все про них. Уничтожим жуликов и воров. Начнем это делать с Питера. Все в наших руках. Никто кроме нас. Один за всех. И все за кого. Мы победим. Мы здесь власть. Мы здесь власть. А сейчас, друзья мои, перед вами выступит человек, с которым вместе мы прошли все ваши несогласных. Это Михаил Барзыкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, столько лет уже прошло. Но становится больше народу. Это радует, конечно. Вообще, мне кажется, идеей последних всех дней становится наше объединение. Поэтому не обращайте внимания на тех, кто пытается нас всех раскулачить по грядкам, рассадить. С нами... У нас есть надежда. У нас есть здравый смысл. И у нас есть законы природы. Потому что вот то, что они называют стабильностью, это деградация. Любая система, находящаяся в стабильности, неминуемо деградирует. Она должна меняться внутри себя. Поэтому я сейчас спою песенку «Квадраты» на стихи Владимира Левшица. Можно поставьте, ребят? Давайте не будем воспринимать деградацию как стабильность. Последнее время действительно очень много. Песня называется «Квадраты». И все же порядок вещей неред. Люди, плавящие металл, Тгущие ткани, бегущие хлеб. Кто-то бессовестно вас обокрал. Не только ваш труд, любовь, досуг. Украли пытливость, открыли в глаз. Набором истин, кормяя из рук. Умение мыслить украли у вас. А каждый вопрос вручили ответ. В середине видите вы низги. Стали матрицами газет. Ваши безропотные мозги. Но нет ответа на главный вопрос. Одетых серенько и пестро. Утром и вечером, как пылесос, Вас затягивает метро. И вот вы идете густой икрой. Все как один на один покрой. Люди, умеющие обувать. Люди, умеющие добывать. А вот идутся рядом ряд. Ай-яй-яй. Пока еще только на парад. Люди, умеющие убивать. Но вот однажды среди мелких дел, Тебе дающий подножный корм. Решил ты вырваться за пределы, А стать ртешек в адаптный форм. Ты взбунтовался, кричишь, крадут. Ты не желаешь себя отдать. Но тут сначала к тебе придут Люди, умеющие убивать. Будут возвышенные слова. Будут охотчивые добры. Они так скажут, как дважды два, Что нельзя выходить из игры. И ты раскаешься, бедный брат. Зам лучший, брат, ты будешь прощен. Под песновение в свой квадрат Ты будешь дежно возвращен. Но если уборство сядешь ты, Не дамся прежнему не бывать. Неслышно выступят из темноты Люди, умеющие убивать. Ты будешь как хину глотать доску И на квадраты, словно во сне Будет расчерчен синий лоскут Черной решеткой в твоем окне. Россия будет свободной. Главное, не отчаивайтесь. Главное, не отчаивайтесь. А сейчас мы же не просто так здесь собрались. Да, все-таки у нас это резолюция есть. Мы, конечно, не совсем формалисты, Но немножко можно и как-то сформулировать наши мысли. Сергей Гуляев ее представит. Резолюция митинга 25 февраля 2012 года. Санкт-Петербург, Каюшиная площадь. Сегодня мы видим, что системные фарламентские партии добровольно отказались от борьбы за власть, сверившись с политикой национальной катастрофы, признав тот позорный фарс, который мы наблюдаем вместо выборов. Страна на пороге возникновения качественно новых политических сил, которые неизбежно возьмут власть в ближайшее время. Задача, которая должна быть решена новыми партиями, это широкая политическая реформа. Мы требуем возвращения народу статуса единственного источника власти. Президент, главы регионов, парламент должны избираться на прямых и честных свободных выборах. Мы требуем радикальные реформы выборного законодательства, закона о партиях. Мы требуем отставки правительства и отстранения Путина от выборов президента. Его участие в выборах противоречит Конституции России. Чтобы был понятен дух и буквы Конституции, чтобы снять с себя морок обмана, меняем, не может, на запрещено, что абсолютно дождественно. И почитаем еще раз статью 81-й Конституции. Одному и тому же лесу запрещено занимать должность президента России, Российской Федерации, более двух сроков подряд. Сколько был Путин у власти? Два срока! Может он быть больше этого ограничения? Нет! Мы требуем, Путин, сдай мандат! Путин, сдай мандат! Путин, сдай мандат! Мы требуем проведения широкой политической реформы, восстановления реального конституционного разделения властей, как системы сдержек и противовесов. Мы требуем реформы судебной системы, изменения судебного законодательства, восстановления реальной независимости судей. Нас достало басманное и хомомническое правосудие. Мы требуем освобождения политзаключенных и всех неправосудно осужденных. Мы требуем отмены 282-й статьи Уголовного кодекса. Мы выступаем за демонтаж прогнившей правоохранительной системы и жесткую иллюстрацию как работников правоохранительных органов страны, так и коррумпированных чиновников. Для решения этих задач нам нужна новая дума и новый президент. Мы требуем отмены декабрьских выборов, свертывания президентской выборной кампании. Мы выступаем за настощение новых выборов Госдумы и президента на осень 2012 года с допуском к участию в них всех политических сил России. Кто за эту резолюцию поднимите руки? За единогласно! Путин, уйди сам! Путин, лыжи, Магадан! Путин, лыжи, Магадан! Путин, лыжи, Магадан! Путин, лыжи, Магадан! Мы его породили, мы его и уроем! ПУТИН, ПОЗОР ПИТЕРА! ПУТИН, ПОЗОР ПИТЕРА! ПУТИН, ПОЗОР ПИТЕРА! Путин позор Питера! Путин позор Питера! Друзья, прежде чем мы закончим, я бы хотел зачитать и пригласить на сцену тех людей, которые участвовали в организации этого мероприятия. Я попросил бы вас их достойно встретить, потому что это действительно был очень большой труд. Это было совсем не так просто, как может кому-то показаться. Итак, охрана, пожалуйста, пускайте на сцену. А ангар коммунистической молодежи, объединение Вольница, Другая Россия, Левый фронт, Народно-трутовой союз, ОГФ, Фарнас, Право на свободу, Республиканская партия, РНДС, РОНС, Родфронт, Русская партия, Русский гражданский союз, Русское общественное движение, имперское движение, СКМ, Профсоюз, Справедливость, Общество Тигр, ребята из русской пробежки. Движение Русские против Путина и многие-многие другие. Прошу прощения, если не всех зачитал, потому что список очень большой. Пожалуйста, похлопайте их все. Мы все такие разные, что нас всех объединяет. Нас обвиняет то, что мы считаем, что Россия должна быть свободной. Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Один за всех! И все за одного! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо, Китер! Мы победим! Мы победим! Мы победим! И еще раз ждем вас всех! 5 марта на Исаакиевской площади, в 19 часов. Ищите наши контакты, записывайтесь в группы. Нам на самом деле очень нужны активисты, потому что без вас мы не можем сказать, что это наша страна. А это наша страна! Это наша страна! Это наша страна! Спасибо! Спасибо вам! Только спасибо! Только спасибо! Молодец! Мы вернемся 5 марта! Мы вернемся 5 марта! Мы вернёмся с пятого марта! Мы вернёмся с пятого марта! Мы вернёмся с пятого марта! Спасибо! 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 Ещё раз там пожертвования собирают, не забывайте полагать оппозиции! Спасибо! Спасибо! Спасибо всех тех, кто нам пожертвовал! Спасибо, друзья! Продолжение следует...